Такое происходит не только в России. Историки 19 века не стеснялись слова «колония». Они просто не знали, что это неприличное слово. Получается, что это российские историки служат пропаганде. Вокруг тебя беда. И те свои, и эти свои. Закончите, пожалуйста. До какой степени это смешно и это чудовищно? Это «Наизнанку» проекта «Региональная Россия». Меня зовут Регина Хисамова. Здравствуйте. Колонизация Сибири. Мы – потомки населения Орды. Они тоже наши. Важно не противопоставлять разных предков. Новгородский язык – нерусский. Московские колонизаторы. Все это звучит очень необычно. Это фразы из видео российского писателя и журналиста Михаила Зыгоря. В конце января он опубликовал работу о колонизации Сибири, об историю, которую россиянам не рассказывают в школах. О шаблонах, мифах и пропаганде в осмыслении истории России мы поговорим сегодня с Михаилом Зыгорем. Михаил, добрый день. Здравствуйте. В интервью Максиму Курникову примерно полгода назад вы сказали, что раньше не думали о том, что на события, историю и так далее можно и нужно смотреть глазами не только русских, но и других народов. Почему ваше мнение изменилось и что стало причиной для этого? Знаете, не то чтобы я не думал, что не нужно. Я просто почему-то не думал о том, что это важно. И да, конечно, я точно могу сказать, что изменилось во мне. Во мне, конечно же, все поменяло вторжение в Украину. И, конечно же, вторжение в Украину заставило меня посмотреть совсем по-другому на историю России. Мне кажется, тут очень четкая сцепка есть, поскольку я очень много пишу про историю, и я увидел, каким образом история становится оружием, каким образом историческая пропаганда становится способом оправдания этой войны, каким образом очень многие люди вокруг меня вдруг начинают оперировать какими-то странными историческими понятиями и начали в 2022 году вспоминать князя Потемкина и какие-то разные исторические мифы про Екатерину, про Крым, про Украину, про все что угодно, я вдруг понял, что история – это не просто предмет, который мы изучали в школе, и не просто наше прошлое, не просто область знаний, которая очень многих интересует. Это очень мощное оружие. А еще это то, что формирует наши ценности. Мне кажется, самое важное в истории, что именно благодаря тому, какой мы видим историю, формируются наши ценности, формируются ценности поколений. И я вдруг понял, что меня категорически не устраивает весь тот подход к истории, который был у меня, которому меня учили в школе, и которому учат в школе в современной России. И вот так вот я и пришел к этому занятию, которым я сейчас погращён. В работе о завоевании Сибири вы в самом начале говорите, что в России, в первую очередь в учебниках, принято смотреть на историю страны глазами московских русских князей, которые по определению хорошие и свои. А вот все остальные, в первую очередь монголы и другие народы, чужие и не свои. Вы же говорите, что хотите рассматривать историю россиян как потомков и тех, и других. И те свои, и эти свои, говорите вы. Почему же в России так любят делить на своих и чужих? Я не знаю. Я, во-первых, наверное, должен сказать, что такое происходит не только в России, к сожалению. К сожалению, это не болезнь российской истории, это болезнь любой имперской истории. Как правило, все империи рисуют вот такую черно-белую картинку вокруг каких-то исторических героев, которые несли свет неразумным народам. И разные империи, разные истории разных народов по-разному с этим справляются. Мы видим, что, например, в Америке сейчас предпринимается очень мучительная попытка отказаться от ровно такого же подхода, который был бы построен вокруг первых переселенцев, перегримов с Мэйфлауэр, отцов-основателей. То, что вот они, люди из Белого дома, люди, которые написали декларацию независимости, были центром и остаются центром американской истории. И сейчас предпринимаются попытки, очень успешные, надо сказать, куда американцы, куда сильнее продвинулись в этом направлении, написать другую историю, написать просто другие альтернативные нарративы. Black History – вот это один из примеров того, что можно по-разному смотреть на историю. В России, к сожалению, этих попыток не было. Мы никогда не пробовали об этом думать меня. Надо сказать, меня это удивляло, например, странное пренебрежительное отношение к истории Золотой Орды, поскольку, ну, мне кажется, даже имперская логика предполагается наоборот... Было бы логично ассимилировать эту историю, потому что понятно, что в поздние и средние века Золотая Орда была куда более мощной супердержавой, чем Москву Сверхнижества. Но, в общем, я понимаю, что это в любой стране и в любой исторической традиции это очень болезненно. Огромное количество людей воспринимают попытку пересмотра или даже не... Ведь написание новых исторических нарративов не отменяет прежние. Она просто и добавляет какие-то другие взгляды. Она, в общем, обогащает наш взгляд на историю. Возможно, посмотреть другими глазами. Но очень многие люди воспринимают всегда это очень болезненно. И, конечно, я уже и по реакции на вот это видео про себе, а это ведь только первое видео в череде. Это начало моей работы по освоению неведанных уголков истории России. Совсем скоро будет следующая серия про Кавказ. И я вижу, насколько это непривычно и трудно воспринимать очень многим людям. А нашим читателям и зрителям из Поволжья стоит ожидать вашу серию про наши регионы? Конечно, да, конечно, конечно. Понимаете, это очень тяжело и долго, но я... Ну, в том смысле, что... С одной стороны, у меня есть цель написать новый учебник. Ну, это я условно так называю учебник. Ну, то есть это должна быть книга, которая собирала бы доступные, но совершенно другие исторические нарративы, показывала разные взгляды с разных сторон на историю России. Поэтому это очень долгая работа. С другой стороны, как вы понимаете, это не самая монетизируемая и не приносящая никакого дохода деятельности. Поэтому трудно этим заниматься быстро, но потихоньку я этим занимаюсь. И я очень надеюсь, что и Поволжье, и, например, Центральная Азия, Южная Сибирь, и Дальний Восток обязательно... То есть точно это у меня в плане. Вы упомянули, что в нарративе империи довольно часто используются фразы вроде «нести свет», «просвещение» и прочее. Почему вот в москоцентричной и, например, в американской истории получается так, что вот не наши непременно добровольно присоединяются к нашим? Не знаю, может быть, вы знаете вот эту историю. Это особенности. А, хорошо. Вы закончите, пожалуйста. Объясню. Я, например, из Мариэл, это небольшая республика в Поволжье, и я в школу ходила и обучалась 11 лет там. И нам рассказывали, как марийцы присоединялись добровольно к Московской Руси после захвата Казани и способствовали взятию Казани. Например, и совсем недавно у нас была в костях Марина Ханхалаева, бурятская активистка, которая рассказывала примерно то же самое про Бурятию. О том, что, учащаясь в школе, она думала, что Бурятия добровольно присоединилась к России, не было никаких столкновений, все было абсолютно по обоюдному согласию. Однако же, выходит, что это не так. Не Мариэл, не добровольно присоединилась к России, не Бурятия. Почему важно империям говорить о том, что вот эти «не наши» добровольно присоединяются к нашим? Ну, по-моему, это ваш вопрос содержит в себе ответ. К сожалению, это так. К сожалению, историческое мифотворчество – это такой клей, на котором держатся очень многие политические системы. к сожалению, историческая мифология – это основа идеологии. И довольно часто мы видим, и мы это понимаем, что когда мы говорим про историю, на самом деле мы говорим про будущее. И есть очень многие люди. Ну, это такая старая и довольно консервативная и неубедительная традиция. Но она предполагает, что если настоящую историю подменить каким-то историческим мифом, то это позволит дальше создавать какие-то плотные исторические конструкции. Это последняя история не подтверждает. Ложь, обман не приводит к тому, что на его основании возникают какие-то долгосрочные, долговечные, стабильные государства. Это так не получается. Поэтому в этом смысле уважение к другим народам и какие-то равноправные, уважительные отношения между людьми, как и между народами – это всегда более прочный фундамент. Но, к сожалению, да, это так устроено. Тем более мы знаем, что у нас на протяжении 19-го, например, века, когда зародилась российская историография, а потом на протяжении 20-го века, когда прежняя историография была уничтожена и возникла советская, было два периода, когда переписывались все истории, но в этом смысле они переписывались по-разному, но именно в основном в 20-м веке был вписан канон про дружбу народов и про непременно добровольное отношение между всеми народами, потому что отношения внутри Советского Союза противопоставлялись очень любопытным образом колониальному Западу. Все, что имеет отношение к колониализму, это не у нас. Россия не колониальная империя. Вот это исключительно миф 20-го века, потому что в 19-м веке такого не было. Историки 19-го века не стеснялись слова колония, они просто не знали, что это неприличное слово. Они думали, что наоборот это модное слово, потому что они хотели быть как британцы, они хотели строить такую же империю, как британскую империю. Так думали просвещенные петербуржцы 19-го века. В 20-м веке, когда стало положено, противопоставляя себя империалистическому, капиталистическому Западу, наоборот, это все стали вычищать. И поэтому это очень странный миф, и он очень нелогичный, но при этом он очень у многих засел. Что нельзя, конечно же, называть Россию колониальной империей. Конечно, и колонии, это когда за океаном, это где-то далеко, а если у нас вот такая матушка Россия, она большая и единая, то это все абсолютно не колониально. Тут хочется, во-первых, сказать, что вот эти апологеты этой теории забывают про то, что и у России тоже были замужские колонии. Например, Аляска. Любимая всеми русскими имперцами Аляска, вот как раз классический пример замужской колонии. И то, что она откололась, в общем, не значит то, что ее не было. Но, конечно, вот 20-й век, он немножко отодвинул вот это представление о том, что да, конечно, это была обычная колонизация, она была точно так же устроена, как любая другая колонизация, будь то в Латинской Америке, в Северной Америке. По вашим словам, российские историки любят писать о том, как в Америке завоевывали коренное население, а про то, как то же самое происходило в России, нет. Получается, что это российские историки служат пропаганде, или это просто какая-то традиция писать именно в таком ключе? Это очень болезненный вопрос. Мне трудно бичевать всех российских историков, но, к сожалению, это правда. К сожалению, российская историческая традиция и вообще историографическая традиция описания российской истории, она очень проблемная. Все отцы, все творцы российской истории всегда находились на госслужбе. Я буду... И это не только Николай Михайлович Карамзин, который отец русской истории, но при этом был придворный историограф Александра I. Это и его предшественники Татищев или Феофан Прокопович, и многие его последователи. Ну, или если мы перепрыгнем в XX век, то Академия Греков, творец мифа про Киевскую Русь и нашего представления о советской версии российской истории тоже невероятно зависимый от Сталина человек. Ну и краткий курс истории ВКПБ это просто классика того, что, конечно же, история просто пишется под диктовку государства. Да, к сожалению, мы должны это признать, что канон исторический всегда был, к сожалению, пропагандистским. К сожалению, вот та история, тот исторический нарратив, который придумал Карамзин и которым пользуется всегда и везде, и из которого очень трудно выпрыгнуть. Мы просто видим, как в последние десятилетия разные либеральные авторы даже предпринимают попытки написать новую историю или обновленный взгляд на историю России и все равно повторяют карамзинский нарратив от Рюрика до Путина. Это примерно то же самое. Кстати, в России довольно популярна альтернативная история. Я знаю, что в книжных магазинах есть... Мы говорим про мракобесие. Да, да, да. Существует еще и мракобесие. И то, что альтернативой Карамзину... Вот это вы очень болезненный вопрос затронули, конечно. То, что альтернативой Карамзину является хиромантия, и кажется, что если не карамзин, то безумие. Нет, на самом деле это не так. Помимо безумия и империи есть еще и много... То есть это не один взгляд. Много разных взглядов. Когда карамзин написал историю государства российского, он был отчаянно критикуем своими современниками, которые его критиковали в первую очередь за название и за подход. И предмет критики был «Почему не история народа?» Спрашивали его современники. Почему такой фокус на государстве? Почему все глазами государства? Для начала 19 века это была такая тема. Сейчас почему-то такой вопрос не возникает, а он должен возникать. Потому что, конечно же, вот этот тезис Мединского о том, что все проистекает от государства и для государства это все, это самая важная ценность. Это заблуждение, конечно. Государство не является традиционной ценностью. Традиционной ценностью является человек. И традиционной ценностью является благополучие и свобода человека. И вот мне кажется, очень важно это не забывать. И, конечно же, такие подходы к истории, они должны возникнуть, несмотря на то, что мы к этому не привыкли. Мне трудно, опять-таки, когда я говорю, что историки были пропагандистами, я не хочу их в этом обвинить. Это, скорее, их беда. К сожалению, такой подход им был, с одной стороны, навязан, с другой стороны, они его с удовольствием принимали, потому что такой подход позволял им то, что называется, сеять гордость. Знаете, у истории есть дополнительное ее не побочный даже эффект, а основной эффект, эффект, который приносит история ее любителям, она вселяет ему чувство гордости. И особенно это важно, если у народа или у человека не все в порядке в ежедневной жизни, если состояние экономическое развитие не очень благоприятствует, если есть какие-то проблемы и нечем гордиться вот прямо здесь и сейчас, тогда в ход вступает история, потому что она создает причину для национальной гордости. И это такое, знаете, обезболивающее, очень-очень качественный, очень качественный пейнткиллер, который позволяет забыть о том, что вокруг тебя беда и проблемы, но зато ты можешь гордиться какой-то не имеющей к тебе отношения, может быть, вымышленной, но историей, но какой-то мощью веков. Это очень манкая вещь, которая, к сожалению, соблазняла очень многих историков, не только российских, но в России это прям хроническая беда на прежние веков. Недавно вы выпустили новую книгу «Война и наказание. Как Россия уничтожала Украину». Как вы думаете, какова роль исторических мифов в российском вторжении в Украину? На самом деле, именно с этой книги все началось, именно начав переосмыслять, не переосмыслять, просто осмыслять историю отношений России и Украины, я и пришел к выводу, что все наше представление об истории очень странное и такое кривое. на примере Украины, конечно, очень заметно, как много у нас мифов и как я бы сказал, как мы не знаем ничего. Казалось бы, у нас есть какие-то подчеркнутые из средней школы очень банальные примеры. Все слышали про Магдана Хмельницкого и так называемое воссоединение Украины с Россией и Переславскую Раду. Все слышали про Гетману Мальзепу, все слышали про покорение Крыма князем Потемкиным Таврическим. Никто не знает, что на самом деле происходило и как это ощущалось, какие процессы происходили, кто с кем, сколько людей гибло, какие на самом деле были цели. Это безумно интересно. То, что мы ничего не знаем и то, что у нас все насквозь мифологизировано, это именно меня очень сильно напугало. с какой легкостью, я об этом говорил в 1922 году, мы это увидели, с какой легкостью люди оперируют исторические мифы, с какой легкостью государственная власть. Путин и Мединский апеллируют к истории, Путин часами читает лекции по истории, при этом опираясь не на то, что было в прошлом, а на какие-то абсолютно вымышленные, выдуманные мифологические конструкции. И более того, эти конструкции выдуманы не им. Ладно бы это была сегодняшняя пропаганда. Нет, он продолжает все тот же карамзинский исторический нарратив. То есть это все тот же немножко подправленный учебник истории, которым нас кормили много десятилетий. И вот конечно то, что делает Мединский, это уже новый уровень, он добавляет еще новый слой к тому старому вымышленному учебнику истории, который был. Он добавляет то, что Иван Грозный вовсе не плохой человек, а жертва черного пиара. Он добавляет то, что вообще все российские руководители всегда были очень классные. и памятник князю Уварову, человеку, который придумал триадус в державе православие народности. И в российской исторической традиции всегда считался скорее посмешищем, скорее очевидно негативным примером такого классического русского пропагандиста. Вдруг он и он становится героем, это даже немножко карикатурно, как сейчас мифы из-за войны в Украине прежние мифы становятся просто сакральными и божественными. Но это тем важнее и тем заметнее, что как-то нужно с ними бороться и нужно им что-то противопоставлять. Раз уж вы упомянули Ивана Грозного, спрошу и про него. Осенью 1552 года Иван Грозный, как известно, захватил Казань. Для татар это важный день, день, когда опоминают павших воинов. Для истории России это день, когда казанское ханство фактически превратилось в казанскую губернию. Татарские этнические активисты много лет пытались проводить митинги в этот день и выступали за установку памятника павшим воинам из стен казацкого Кремля. Но их то запрещали, то переносили, то происходило что-то еще. В том числе было непонятно, почему недалеко от казанского Кремля есть памятник павшим русским воинам в этой битве. Это целый храм на Казанке в центре города. В итоге все татарские общественные центры это старейшая татарская организация национальная, она же и выступала за установку памятника, признали экстремистской, а после ликвидировали. Как вы думаете, почему в России пока нет места таким историям? И будет ли когда-то это место? Я уверен, что это будет. И это дело десятилетий на самом деле. У меня есть, может быть, я слишком наивен и оптимистичен, мне просто кажется, что вот это гипертрофированное имперство это какая-то такая уже пена, потому что невозможно в этой в такой манере дальше продолжать строить отношения с другими народами. Это слишком старомодный подход, который с каждым поколением становится все менее адекватным. Меня при этом поражает, конечно, вот это очень 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 важное отличие, пожалуй, российского отношения к истории от очень многих других примеров. До какой степени у российских пропагандистов история жива? До какой степени странным образом современные чиновники готовы воспринимать Ивана Грозного как своего товарища? Или не готовы признавать преступления Сталина, потому что они понимают, что и они находятся в его положении? До какой степени это смешно и это чудовищно? И этот феномен довольно трудно себе представить в очень многих других местах. То есть, например, очень долгие и кровавые взаимоотношения Англии и Шотландии сейчас воспринимаются как история. И все восстания шотландских королей и полководцев Вильяму Уоллес, Роберт Борюс, события, снятые в фильме «Храброе сердце» и то, как таким ужасным и кровавым образом англичане подавляли шотландцев или ирландцев, или других народов, сейчас являются частью истории. И никому в голову не приходит, что рассказывая честно про то, что происходило, воздавая какую-то дань, уважение погибшим борцам за свободу и независимость разных народов, что это может каким-то образом оскорбить и поставить под угрозу какую-то сегодняшнюю стабильность, наоборот, в западной традиции. Именно честное признание этой истории, именно уважение к истории других народов является залогом здоровых отношений и стабильности. Идея в том, что если мы не будем уважать историю шотландцев или ирландцев, невозможно дальнейшее нормальное сотрудничество, так представляют себе, например, современные британские историки. Удивительно, почему этот подход не работает у нас. Вы, кстати, в своем видео говорили, что сейчас и шотландцы, и англичане могут быть в одном фильме положительными героями. То есть вы думаете, что когда-нибудь в России такое тоже может случиться, что описывая, например, в каком-то художественном произведении захват Казани и татары и другие народы, которые выступали на их стороне, и русские могут быть одновременно положительными героями? Или это в России вообще не представить? Нет, смотрите, я надеюсь, что мы к этому идем. Мне очень хочется верить, что страшные... Знаете, на самом деле культурная мифология, она меняется не быстро, но она меняется. Она меняется в течение поколений. Я помню, когда я был маленьким, ну, прям совсем маленьким в советские годы, советские фильмы про войну, они были большой и значительной частью культурной повестки. И в этом смысле в каждом фильме были чудовищно страшные злодейские немцы, которые, в принципе, слово немец было синонимично слову злодей. Это было абсолютно что-то ужасающее. Эти фильмы никто не отменил, никто не как-то их развенчал, просто сама жизнь показала, что стереотипное отношение и продолжать жить воспоминаниями о Великой Отечественной войне контрпродуктивно и не стоит считать всех немцев злодеями и фашистами. Я хотела бы задать вам еще один вопрос. Не могли бы вы коротко ответить, что ждет Россию после Путина? Коротко. Я думаю, что будет намного лучше, чем при Путине, потому что хуже некуда. Я уверен, что несколько десятилетий потребуется, чтобы какая-то культурная парадигма поменялась. Но я убежден, что следующие поколения будут относиться в том числе к истории совсем по-другому. Мне кажется, что это самое важное. То, как люди относятся к истории, определяет их ценности, определяет их представление о будущем. Я думаю, что лет 20, конечно, потребуется, чтобы люди как-то переосмыслили свое видение будущего России. Но я абсолютно в этом смысле оптимистичен. я уверен, что уважительное и разумное отношение к истории татарского народа, как и украинского народа, как и бурятского народа, и кавказских народов возникнет, и это перестанет быть табуированной темой, и как раз именно это приведет к какой-то другой стабильности. На мой взгляд, кровавое месиво, которым пугают якобы после того, как уйдет Путин, вовсе не является самым перспективным сценарием, потому что предпосылок для него намного меньше, для того, чтобы включить свой разум и честно посмотреть друг на друга. Михаил, спасибо вам большое за беседу. Будем ожидать ваше видео про Павел Же. Спасибо. На вопросы читателей Дель Реали отвечал российский писатель и журналист Михаил Цыгарь. Это Наизнанку проект региональной России. Читайте наши материалы на сайте idelreal.org и в наших соцсетях. До встречи. Редактор субтитров Корректор А.